Вы смотрите новости на 6 канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Кто может обслуживать газовое оборудование в квартире? С этим вопросом в редакцию 6 канала стали поступать звонки от владимирцев после выхода в эфир сюжета по итогам пресс-конференции главного жилинспектора. На днях Сергей Шахрай пояснил, что сейчас у большинства собственников договора заключены с «Газпромом», но люди недовольны завышенными, по их мнению, тарифами. Около 500 рублей, если в квартире только плита и счетчик, а с колонкой более 700. Между тем «Газпром» монополистом не является. Проверять газовое оборудование могут еще 30 с лишним организаций. Это как в магазине. Мы можем брать товар, если он нас устраивает по цене и качеству, можем не брать. Ну, надо понимать, что «Газпром», конечно, самая распространенная и понятная для жителей. Особенно для пенсионеров им сложно пойти кого-то там выбрать. Неоднократно мы обращались в «Газпром», также по этому поводу письма направляли, чтобы они все-таки рассмотрели вопрос о какой-то снижении этой цены по актуализации. Но нам давали только разъяснение, что они все сделали в рамках закона, цены у них обоснованные, схема затрат, диаграммы, графики очень красиво, очень доходчиво. Но очень дорого при этом, все равно для населения. Найти список организаций, которые могут обслуживать газовое оборудование, можно на сайте жилинспекции в разделе «Газ». В реестре 37 компаний, которые работают на территории Владимирской области. Сергей Шахрай пояснил, что если на обслуживание внутридомового оборудования договора заключают управляющие компании, то на внутриквартирные собственники вправе заключать договор самостоятельно. Как это сделать, мы спросили в одной из организаций списка. Директор по телефону объяснил, что небольшим компаниям легче заключать договоры оптом. То есть решение перейти на обслуживание газового оборудования в другую компанию, собственники могут принять и на общем собрании и делегировать эти полномочия старшему по дому. Да, мы можем обслуживать, и мы уже обслуживаем эти дела, но вопрос стоит в том, что очень сложный процесс в заключении договоров. Здесь в данном случае каждый жилет должен заключить договор сам, допустим, с нашей компанией. Вы представляете, какое по омничеству это будет? Если бы было возможно, чтобы представители прислали к нам на предприятие, от имени жильцов он может заключить с нами договор без вопросов. Цена у нас, ну, я вам скажу, процентов на 30 точно дешевле. Но даже если собственники не договорятся на общем собрании, каждый может самостоятельно выбрать организацию и в частном порядке заключить с ней договор на обслуживание газового оборудования в своей квартире. Получили шанс на обновление. Мэрии подвели предварительные итоги голосования за территории, которые преобразятся до конца этого года. В финальный перечень попало пять объектов Владимира. Следующий этап – разработка дизайн-проектов территории финалистов. Ну а дальше нас ждет еще одно голосование. Какие же объекты набрали большее количество голосов и сколько денег запланировано на предстоящее благоустройство, узнал Михаил Масиянчик. Две недели владимирцы выбирали адреса благоустройства общественных пространств. Свой выбор делали на специальных участках в крупных торговых центрах, рынках. Сегодня подвели итоги предварительного голосования и объявили пятерку проектов финалистов. Большинство голосов жители отдали за пруды на Комиссаровой, Соловьиной, сквер имени Гоголя и парк Добросельский. Ждал сюрприз и так называемые присоединенные территории. Так как город Владимир не ограничивается именно центром города, а есть еще и присоединенные территории, значит это Оргтрут, это у нас Энергетик, Юрьевец. Так вот наибольшее количество голосов из присоединенных территорий у нас с вами были предложения жителей по благоустройству сквера около ДК в микрорайоне Энергетик. Следующий этап – разработка дизайн-проектов в территории финалистов. Их с 1 по 13 марта опубликуют на официальном сайте мэрии, чтобы владимирцы смогли с ними ознакомиться. А после граждан ждет еще одно голосование уже за один из пяти проектов. Победителей, говорят, в администрации может быть сразу несколько. Все будет зависеть от финансовых возможностей, дизайн-проекта и желания владимирцев. Пока же понимания, во что все-таки превратят общественное пространство, нет. В любом случае, дизайн-проект важен с точки зрения понятия, что же мы можем иметь на данной территории. Конечно, есть определенный набор так называемых. Это создание покрытий, дорожек, тропинок, площадок для отдыха, площадок для каких-то игр, детских игр. А вот депутаты горсовета выступают против типичного благоустройства, когда в скверах появляется газон, вазон и лавочка. И считают, что тематическое пространство привлечет намного больше жителей и туристов. Сейчас же большая часть объектов финалистов пустуют. Но определенно эти территории могут стать центрами притяжения. Главное, чтобы не подвел проектировщик. Как раз надо сейчас отходить от старых стереотипов, которые были вбиты в голову архитекторам, начиная с 70-х годов. Сейчас мы с вами живем в 21 веке. И хотелось бы, чтобы каждое пространство действительно стало точкой притяжения граждан. И те деньги, которые были потрачены, чтобы они потрачены были не просто на общее благоустройство в целом, а чтобы появлялась у людей суть и идея, зачем идти в это пространство. Всего на благоустройство общественных пространств из бюджета выделено 22 миллиона рублей. Этих средств на все объекты не хватит. Поэтому в мэрии ведут активные переговоры с обл. администрацией. На кону еще 55 миллионов рублей. Все полученные деньги нужно освоить до конца года. Те территории, которые выбраны, они уже сами за себя давно уже говорят и зовут, чтобы мы обратили на них внимание и действительно выделили определенные средства для того, чтобы их поднять, благоустроить, придать определенную яркость, определенный какой-то изыск этим территориям. А вот какие объекты благоустроят, решат сами жители. Финальный этап голосования назначен на президентские выборы 18 марта. Михаил Месьянчик, Артем Горчаков, 6 канал. Считают, что их не услышали. Аналогичное голосование прошло в разных территориях области. Свой перечень объектов был и в Ставрово. Но люди уверяют, что голосовали они за одно, а выбрали совсем другое. Днение жителей и чиновников выслушал Алексей Дудин. Этот пустырь, вокруг которого расположились многоэтажки, жители давно просят благоустроить. Здесь и сейчас есть турники и качели, куда каждый день приходят все местные ребятишки. Но хотелось бы полноценную детскую площадку. Говорят родители. У нас многие дома могли бы отказаться от новых детских площадок в пользу вот этой большой. А этот дом конкретно отказался, потому что, ну как бы, все равно все гуляют здесь. В январе этого года на сайте администрации поселка Ставрово проводили голосование. В течение двух недель жители выбирали, какой из трех объектов необходимо благоустроить. В результате первое место заняла именно эта детская площадка. Люди обрадовались. Но спустя неделю они узнали, что в итоге власти решили облагораживать совсем другую территорию. Кленовый парк. Он по результатам голосования занял второе место. За этот кленовый парк вообще не было голосов днем ни одного. А за ночь утром встаем, вот в 10 ложились там предположим 700, утром встаем там уже 900. То есть сотнями прибавлялось за ночь. Кто там? Одни бабушки живут. Я потеряла всю веру в нашу власть. Я просто, я просто, я не знаю, была в таком шоке, как это так. Население голосовало и ваше голосование по боку. Наталья Евстигнеева присутствовала на заседании комиссии по благоустройству. По словам женщины, голосование на сайте проводили исключительно для галочки. Привели представителей от кленового парка с подписями. Очень хорошо выступал человек. Очень хорошо говорил, что им нужен кленовый парк, что они выйдут на субботники. По сути, все было решено еще до голосования. Это было решено еще летом. А вот и тот самый кленовый парк. Его состояние и вправду удручающее. Не добавляет живописных красок. И вот этот газораспределительный пункт. Он стоит прямо у входа. Жители поселка Ставрово не против благоустройства общественных зон. Вот только главный вопрос, который у них возникает. Для кого необходимо облагораживать кленовый парк? Рядом с ним всего несколько двухэтажных многоквартирных жилых домов. А в основном это частный сектор. Почему власть не слышит народ? Этот вопрос жители задают главам администрации поселка и района на встрече с населением. Слышим, парируют члены президиума и работаем во благо граждан, говорят они. И кленовый парк облагородят, и детскую площадку на юбилейный построят в этом году. В этом году детская площадка там будет однозначно. То есть и на комиссии, я высказал вместе с комиссией точку зрения, принимается кленовый парк и детская площадка будет здесь. Проект есть, но я хотел бы, чтобы его уточнили. Уточнили и откорректировали, чтобы он был хороший, доступный и рабочий, нужный детям. На детскую площадку запланировано 234 тысячи рублей. Всего же на 2018 год на благоустройство дворов и общественных мест в поселке Ставрово выделено 4 миллиона рублей. Постолько же будут выделять и в последующие два года. Для населённого пункта с численностью 8 тысяч человек это даже очень приличные деньги, резюмировал глава администрации района. Ставрову повезло, у вас ведь не одна площадка. Вы в плане на три года. Поэтому за три года и с таким финансируем области, скажем спасибо, что вы можете благоустроить все дворы на те деньги, которые вам выделяются. Но чтобы благоустройство было в радость, надо внимательнее выбирать подрядчика. В последнее время к качеству работ возникает всё больше вопросов. И здесь власть должна работать в тандеме с жителями. Алексей Дудин, Илья Фомин, 6 канал. В гости с ценным подарком. Спикер ЗАГС собрания преподнёс очередной сюрприз Владимирскому музею воинской славы. Коллекция у выставочных экспонатов постоянно пополняется. Но есть вещи, которые самостоятельно музейщики найти не могут. И тогда помочь берутся власть имущие. Так что же подарил Владимир Киселёв и с какими просьбами обращаются к нему ветераны, знает Александр Рынин. Почти юбилейная годовщина вывода советских войск из Афганистана, 75-летие Сталинградской битвы и чуть раньше столько же лет прорыва блокады Ленинграда. Вторая половина зимы – отличный повод сходить в музей и вспомнить прошлое. И вот мы вот в этой инсталляции рассказываем, как тяжело и страшно жилось блокадникам в те времена. Колюшка на столе в то время – это если повезёт поймать. Чаще люди варили и ели кожаные ремни. Еловые иголки вместо чая заваривали, чтобы не было цинги. А ещё в 40-х почти в каждом доме был патефон. Его и подарил музей воинской славы Владимир Киселёв. Модель 1939 года, марка «Молот» собран на заводе Ордена Ленина. Цена подарка не разглашается. Патефон в рабочем состоянии. Чтобы заиграла пластинка, нужно сделать 30 с лишним оборотов. Крутит ручку осторожно, чтобы не лопнула пружина. Это не первый подарок от ЗАГС собрания. Два года назад Владимир Киселёв подарил музею ручной пулемёт, в проектировании которого участвовал лично Дегтярёв. Экземпляр учебный, не стреляющий, и всё же пострелять прямо в музей теперь можно, в электронном тире, который стал частью кабинета начальной военной подготовки. Когда-то такой предмет был обязательным в школьной программе. Музейщики его возродили факультативно. Уроки НВП проводят ветераны и офицеры действующих частей. Школа, с которой мы контактируем, они сделали запрос, именно акцент поставили на тех офицеров, которые служат. Потому что я думаю, что было бы привлекательно самим даже учащимся и школ, и колледжи, это наша целевая аудитория, и студентов вузов, пообщаться с офицером, который сегодня и сейчас служит. Ветераны не против общения. Они готовы рассказывать о временах, когда не было слова «я», а было слово «мы». Со своей стороны хотят, чтобы только их воспоминаниями дело не ограничивалось. Ветеранам много лет они ждут помощи, в том числе от мальчишек и девчонок, которые, если надо, и огород скопают, и дом приберут. И вот здесь, мне кажется, было бы здорово, если бы их включить в эту работу, чтобы патриотическое воспитание шло через конкретные действия молодых людей, чтобы они приходили и оказывали помощь. Ребята, занимающиеся поиском воинских захоронений, предложили депутатам присоединиться к этой работе. Потому что, когда они приезжают в Смоленскую область, им обязательно помогает поисковый отряд Смоленской думы. Мы обязательно рассмотрим, подумаем, насколько это возможно. Но Смоленск это немножко другая территория, это все-таки фронтовая территория. Во время Великой Отечественной войны там были бои, там очень много и захоронений. У нас, конечно, не такая история в этой части. Мы в любом случае будем оказывать помощь и поддержку нашим поисковым отрядам. Была еще просьба о Детей войны. У них есть музей «Наше военное детство». Сейчас ему тесно, нужно еще комнат пять. Киселев обещал переговорить на эту тему с руководством области и города. А, возможно, и частные структуры тоже поищут свободные площади. Александр Инин, Александр Мажаров, Шестой канал. Как стать педагогом года? В Владимире завершился уже 26-й городской конкурс на звание лучшего учителя. В нем приняли участие 25 человек. Это работники дошкольного образования и средних школ. Конкурсантам нужно было пройти четыре этапа. Самый сложный и интересный из которых – это проведение открытого урока. В итоге выбрали двоих лучших. С одним из них познакомился Никита Королев. Рысь. Рыбак. Рот. Ранец. Какой звук спрятался во всех этих словах? Ры. Ры. Верно. Звук. Ры. Учиться говорить играючи. Именно так к своей профессии относится логопед Алена Фурина. Зацепить на уроки пятилетнего непросто, признается девушка. Тем более, что современных детей вообще увлечь чем-то сложно. Поэтому от устаревших методик работы Алена отказалась. Обязательно все в форме игры. И дети не должны знать, что мы занимаемся. Они не должны воспринимать занятия как рутину. Поэтому им нравится заниматься. Поэтому они и говорят, что мы идем не на занятия, а мы идем играть к логопеду. Это сейчас Алена понимает, как важно научить детей говорить правильно еще в детском саду. Ведь с возрастом проблемы с артикуляцией решить сложнее. А вот перед поступлением в ВУЗ девушка была уверена, что станет учителем русского и литературы, пока не встретила ребенка с речевыми проблемами. Однажды в автобусе я увидела ребенка, мальчика 16 лет, в заикании. И увидела, как к нему относится общество. Кто-то смеялся, кто-то поворачивался на него, как на изгоя. Мне стало жалко, и я поняла, что я вроде бы хочу стать педагогом, а помочь я ему ничем не могу. Зато теперь Алена Фурина помогла поставить речь десяткам детей. Свой профессиональный успех девушка решила закрепить на городском конкурсе «Педагог года». В этом году за победу боролись только молодые специалисты. На старте их было 25. Это учителя средней школы и педагоги дошкольного образования. До финала дошли только 15 человек. Педагогам нужно было презентовать себя, провести открытый урок и мастер-класс. На многих уроках мне даже, как ученице, было бы интересно присутствовать, потому что я шла за этим человеком, я выжила его уроком, мне интересно там было находиться. Вот это, наверное, не боязнь ничего, а авантюризм, который в них есть. Потому что, наверное, не каждый согласился бы на такое пойти. Это для нас, своего рода, возможность и обратить на них внимание, и поощрить, потому что мы работаем и проводим большую работу для привлечения молодых кадров в наши школы. И мы, конечно, очень рады, потому что 25 участников молодых, энергичных, очень добрых, очень любящих свою профессию. В итоге лучшим среди учителей стал биолог Артём Мишулин. А наша героиня-логопед Алена Фурина победила в конкурсе как педагог дошкольного образования и заняла первое место в одной из номинаций. Успех неожиданный, очень волнительный. Я переживала, для меня этот конкурс был ещё одной ступенью. На начальном этапе были моменты, когда переживала, плакала, не спала ночи, нервничала очень сильно. На протяжении этапов конкурса тоже очень переживала. Нервы и переживания участников окупились. Кроме подарков от спонсоров, победители получили реальные денежные премии. 8 тысяч рублей за победу в номинации и 10 за звание «Педагог года». Никита Королёв, Олеф Амин, Игорь Хребко, 6 канал. Далее коротко ещё о некоторых значимых событиях этого дня. Дядя-опекун обокрал сироту. 36-летний Владимирец незаконно снял со счёта своей племянницы, которая была под его опекой, почти 500 тысяч рублей. На вырученные деньги мужчина купил «Газель». По сообщению следкома, под опекой своего дяди сирота находилась с 2009 года. И всё это время ребёнку на банковский счёт перечислялись деньги, которыми девочка дорожила и планировала в дальнейшем потратить на обучение. В прошлом году девушка обнаружила пропажу всех накоплений и заявила в полицию. Обвиняемый в краже денег, дядя свою вину не признал, ущерб не возместил. «Газель» у мужчины изъяли. Сейчас недобросовестного опекуна ждёт суд. К слову, девочка все эти годы жила с бабушкой. Хотела взломать сайт чиновников. Во Владимирской области задержали хакера, который пытался с помощью специальных программ подключиться к сайту одной из администраций ЦФО, скопировать базу данных, а затем получить доступ к счетам пользователей и вывести их средства на свой электронный кошелёк. После сбора доказательной базы в отношении мужчины 1985 года рождения возбудили уголовное дело. Кто ответит за травму на производстве? Следком расследует новое дело. 37-летняя жительница Владимира во время работы на предприятии получила травму. Женщину зажало между конвейером и подъёмником, а в результате пострадавшая в состоянии шока с многочисленными переломами была госпитализирована. Следователи предполагают, что при приёме на работу женщине плохо объяснили технику безопасности, а на станке частично отсутствовало необходимое ограждение. К слову, у пострадавшей на иждивение трое детей. Расследование этого дела продолжается. Стань яркой личностью! В нашем регионе стартовала профилактическая акция для пешеходов. Она призвана сократить количество наездов на людей, в особенности детей. Сотрудники ГИБДД вместе с педагогами рассказывают ребятам, зачем нужны на одежде светоотражающие элементы. Есть даже специальные брелки и подвески, которые тоже рекомендуют носить на сумках или куртках. Благодаря им пешеходов лучше видно в тёмное время суток. С танцем по жизни! Свой творческий юбилей в этом году отмечает Владимирский балетмейстер Елена Тарасова. 30 лет она отдала хореографии и сейчас воспитывает новое поколение танцоров. О секретах успеха и планах на будущее руководитель творческого коллектива рассказала Маргарита Махровой. Для настоящего танцора нет невыполнимых задач, уверен хореограф Елена Тарасова. На каждой репетиции к своим юным ученицам она требовательна, как на выступлении. Самым маленьким участницам её танцевального коллектива всего 4 года, но когда-то изучать язык танца Елена и сама начала в этом возрасте. Уже, наверное, родилась с этим, потому что когда была совсем маленькая, приблизительно как детишки, даже ещё пораньше, увидела балет, а раньше в советское время балет показывали часто. Пыталась повторить, но годов три точно я помню. А в 6 лет уже определённо мама в балетную школу сначала отдала, а потом в коллектив эстрадного танца. Так и танцует по жизни, смеётся Елена. В этом году отмечает профессиональный юбилей – 30 лет творческой деятельности. За это время балетмейстер попробовала себя в разных танцевальных направлениях. Выступала в народном коллективе, ставила номера для московских звёзд, вела мужской танцевальный проект, а после рождения дочки активно занялась детской хореографией на базе городского дворца культуры. Волния! Раз, два, три! По моему мнению, и так как своим ученикам я тоже всегда говорила, артист должен быть универсален. То есть знать и русский танец обязательно, потому что живём в России, знают 7.40, знают лезгинку, но не знают, как танцевать люди русские, не только дети, а и взрослые. Не знают, как танцевать барыню. Мне всегда интересны новые проекты. Мне всё интересно. Поэтому не знаю. Наверное, какие-то внутренние... Я ставлю себе препятствия, чтобы их преодолеть, и мне это интересно. И это не только касается хореографии. Для своих учениц Елена Борисовна и мама, и строгий наставник. Она уверена, что танец по-настоящему раскрывает человека, заряжает энергией и поднимает настроение. А учиться быть активным и счастливым нужно с детства. Она добрая, весёлая. Так, строгий по-такому? Да, строгий. Я с детства люблю танцевать, потому что там много разных интересных движений. В танцевальном проектах «Мегаполис» Елена Тарасова участвует в городских, областных и международных конкурсах. В их копилке немало призов и наград. Своим ученицам хореограф придумывает выразительные образы. От лирики до зажигательных клоунов. К совместному творчеству хореограф привлекает даже родителей. Елена Борисовна замечательный человек. Она отдаётся своей работе, своему творчеству без остатка, с полной самоотдачей. То есть это очень видно, это заметно. Она любит детей. Она практически живёт на работе. Мы получаем хорошие результаты. В этом году Елена отметит не только творческий, но и жизненный юбилей. В планах и мечтах, кроме участия в новых конкурсах, постановка детского мюзикла. Осталось только выбрать произведение. Буряйта Махрова, Егор Хребко, 6 канал. И последнее. Отмечаем широкую масленицу. Один из самых весёлых и ярких народных праздников в эти выходные с размахом пройдёт на разных площадках города. Где попробовать блины, поиграть в футбол на снегу, увидеть выставку соломенных кукол и жечь чучело масленицы? Мои коллеги подготовили для вас обзор самых интересных событий предстоящих двух дней. А я предлагаю его вашему вниманию. Погулять на масленице с пользой для здоровья в субботу предлагает парк «Дружба». Для детей и взрослых там проведут спортивные семейные соревнования. Спеши народ, масленица идёт. Весёлые театрализованные программы в этот же день пройдут и в разных микрорайонах Владимира. С 11 утра в выходные на площадке музея деревянного зодчества в Суздале пройдёт масленичная олимпиада. Гостей ждут необычные праздничные соревнования и традиционные гусиные бои. Сильные и гордые птицы поборются за свою пернатую возлюбленную. Прощенное воскресенье, последний день масленичной недели, развлечения на любой вкус приготовили все городские парки. В 11 утра представление начнётся в «Дружбе». Гостей порадуют выступления фольклорных коллективов, спортивные соревнования, чемпионат по поеданию блинов, игры и мастер-классы. Чучело масленицы в «Дружбе» сожгут в час дня. В 11 утра праздничная программа «Добрая масленица» стартует и в Добросельском парке. Там гостей встретят горячими блинами, народными играми и танцевальной программой от городских коллективов с необычным флешмобом под названием «Танцуют все». Сжигание масленичной куклы в «Добром» запланировано на 13.50. В полдень народные гуляния начнутся в Центральном и Загородном парках. Посетителям расскажут об истории и традициях праздника. Дети и взрослые смогут поучаствовать в молодецких забавах, конечно, поесть блины и даже выиграть призы в многочисленных конкурсах. Кстати, в Центральном парке в этот день откроют и долгожданный городок аттракционов. Чучело масленицы там сожгут в 15.00. В Загородном же гостей поразят битвы шумовых оркестров. Массовым хороводом с куклами-гигантами и веселой спортивной разминкой с собаками хаски. Сжигать чучело начнут в 16.40. Узнать, чья масленица краше всех, можно будет в воскресенье в сквере у здания областного суда. В 11 утра там стартует игровая программа, а в час дня начнется подведение итогов конкурса на лучшую масленичную фигуру – гостеприимная масленица. Кстати, в этом году к Чемпионату мира по футболу авторы создавали кукол в спортивной стилистике. В полдень в центре города на Соборной площади тоже развернется широкое гуляние. Гостей ждут аттракционы, игры и угощения. А в час дня прямо у стен Успенского собора начнется чемпионат по снежному футболу. И это все, о чем мы успели сегодня рассказать. Если у вас есть интересная информация, звоните нам 366666, и вы тоже можете стать героем нашей программы. Ну и я прощаюсь с вами. Спасибо, что провели это время с нами. Приятного вечера и отличных выходных. Берегите себя. В 33-м регионе сегодня вечером прогнозируют пасмурную погоду и преимущественно без осадков. Столбики термометров вечером покажут 6 градусов со знаком минус. По сведения метеорологов, завтра в областном центре будет облачно и выпадет снег. Температура воздуха составит 5-7 градусов мороза. Ветер южного направления с порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 78%.